На самом деле, я не знаю, насколько у меня получится вдохновенно об этом рассказывать, но я попытаюсь. Честно говоря, что-то меня силы покинули. Села записывать, и силы меня покинули. Ладно, я надеюсь, я как-то соберусь. Я даже попыталась подготовиться. Итак, моё саморазвитие меня довело до религиозных поисков. И в своём, так сказать, поиске я столкнулась лет пять назад с таким движением, как Харе Кришна. Движение Искон. В России оно известно как Харе Кришна. Причём я даже не знаю, какая у него репутация, хорошая или плохая. Все считают секта. Я не знаю, я пересмотрела, мне кажется, все видео на Ютубе, когда там обзорщики, я не знаю, христиане, другие, в общем, конфессии снимали своё мнение, где отчётливо говорилось, что это секта, чуть ли не там демоны, я не знаю. В общем, что-то такое. Тогда я уже, на самом деле, плотно читала философию. И она отвечала, на самом деле, на многие мои вопросы. Поэтому я его продолжала читать. Так вот, что такое, наверное, для меня всё-таки Харе Кришна субъективно? Я считаю, что это как наладить отношения с Богом. То есть это и правда путь, это духовный путь, по которому можно пройти и осознать Бога. Вот я реально сделала такой вывод, пять лет изучая эту философию. Изначально у меня было такое в голове, что мне нужен путь, мне нужны знания. Для меня, знаете, когда я только начала по нему идти, по духовному пути, да, в принципе, то есть начала я со Святого Луки вообще, я понимала, что мне не важно, какая это будет традиция, мне было важно именно научиться, да. То есть это как плавать, да, то есть если мы умеем плавать, то в какой бы нас водоём не опустить, мы проявим этот навык. Да, то есть в океане, в Индии, в Турции, в России, там, в Америке, мы проявим этот навык умения плавать. То есть для меня именно вот это вот духовный путь, да, то есть осознание себя душой, оно было примерно такое же, да. То есть стихия — это, ну, грубо говоря, допустим, смерть, да, и когда этот момент в жизни придёт, я должна продемонстрировать, ну, как бы, но её сознание должно быть сконцентрировано не на материальном, то, что я теряю, да, а наоборот на духовном, то, что я приобретаю. То есть куда я иду, смерть — это как бы такой вообще прямой путь к Богу. Ну, если мы одухотворили своё сознание при жизни, боже мой, ну вот что я говорю, вот я вот когда начинаю записывать такие видео, у меня просто вообще не туда, я понимаю, что Юля, не туда, не туда ты клонишь. Я даже не, я понимаю, что это важная тема, я хочу на неё говорить, но я хочу, как бы, наверное, просто делиться, да, своим как бы путём, потому что если бы когда-то не поделились со мной, то я бы не встала на этот путь, а это бы как бы сильно обрезало сейчас моё сознание. Расскажу такой интересный момент. Ну, видите, оно всё вот немножечко так мистическим таким налётом, поэтому даже не знаю. Ну, в общем, ладно. Да, кстати, вот это интересно, что, ой, слушайте, совсем не в туда, не в ту степь, короче, всё, наверное, видео не получится. Или оно мне даст, оно очень тяжело, прям, прям очень тяжело. На самом деле я до сих пор по таким сомнениям, надо ли об этом говорить вслух. Я не знаю, но мне кажется, надо. По крайней мере, я так чувствую, конечно, я могу ошибаться. Знаете, что меня по-настоящему заставляет двигать на духовном пути? Причём даже не важно, это Хари Кришна, или это христианство, или это ислам. Кстати, я тут ни в коем случае не хочу битва религий, какая же лучше, какой духовный путь лучше и так далее. Нет, вот именно то, что меня заставляет двигаться, когда-то я осознала, ну, я родилась об этом, что вот самое простое, да, наше дыхание, допустим. То есть дыхание, кушать, пить, спать, все наши потребности — это форма зависимости. Вот я помню своё сознание до этого, когда ты не задумываешься об этом как о форме зависимости. То есть, ну да, ну надо дышать, а в чём проблема? Или типа, ну да, надо кушать, а в чём проблема? Или там, надо спать, а в чём проблема? И я помню, что раньше я не задумывалась об этом, собственно, а в чём проблема-то? А вот когда я начала думать, что это форма зависимости, вот тут меня начало просто любопытство. То есть не то, что там я из горя, из нужды, там, боже мой, кушать хочу, а нечего. Нет. Мне стало любопытно, да, потому что есть такая форма зависимости. Либо мы зависим от власти, либо мы зависим от источника власти. То есть, грубо говоря, либо мы зависим от закона, да, и говорим, ну вот закон гравитации, да, например. Ну вот не будешь ему следовать, как бы сам виноват. Закон есть, неважно, знаешь ты его даже или нет, он жёстко действует. Или, например, мы знаем, допустим, там, у нас в России избирался президент на 4 года, да. Это было прописано в Конституции, и вроде как Конституция сама по себе, она некая обезличенная, да. То есть, кто там писал эти законы, непонятно. А вот если мы знаем, что конкретный закон, например, написала Госдума, и в этой Госдуме сидел товарищ Жириновский. Например, товарищ Жириновский написал конкретно этот закон, и вот теперь он в Конституции. То есть, мы подчиняемся в первом случае просто Конституции, а во втором случае мы потеряемся, подчиняемся депутату Жириновскому, который написал конкретный закон. вот ход моих мыслей был примерно таков что если я признаю что мне надо допустим дышать и это вот просто закон который вот конституции всемирной вселенской написано да что живое существо оно должно дышать и как бы проблем нету вот конституция написано и так далее и с другой стороны когда мы знаем или догадываемся что все-таки какое-то сознание стоит за конституцией да то есть ну мы с вами люди взрослые мы все понимаем что за любой конституции любой страны стоит все-таки определенная группа людей даже если мы не знаем этих людей даже если они как бы не подписываются там фамилия да кто именно написал тот или иной закон или уже много времени прошло уже просто нету этих людей например но мы все равно знаем что это исходило от конкретной личности вот тут меня начало перемыкать что если даже на нашем маленьком уровне до везде должен стоять разум то есть за любой конституции стоит разум то конечно же за всемирной вселенской конституции тоже стоит какой-то разум и если его называют бог окей вот этот бог и у меня стало вопрос как его достичь на самом деле путь харе кришна он объясняет мне кажется вообще все то есть столько объяснений кто такой бог я не видела нигде вот мне тогда не интересовала там знаете и от посланники бога священные писания законы там что надо делать я помню у меня очень долго стоял вопрос именно просто конкретно кто такой бог кто это кто это это личность это облачко это огонь у него есть имя если у него есть имя то какое почему у него есть имя если это облачко на небе ну то есть это дедушка это молодой парень это женщина то есть кто это мне интересовали конкретные описания потому что так или иначе и в ветхом завете и в куране ну там совсем мало ну то есть в индии совсем уж там кто во что гораст там чего только нету и там совсем все настолько так и не разберешься сразу вот то есть я начала потихоньку впитываться кто что об этом говорит для меня это стало чуть ли не самое важное вообще в жизни потому что я понимала то есть мое дыхание зависит вот от этого существа да и как бы важно знать